Всем привет! Это обзор пятой главы книги Стивена Хокинга «Кратчайшая история времени», в которой мы попытаемся разобраться с такой, казалось бы, сложной вещью, как теорией относительности и понять, что это такое. Для начала поговорим о скорости света. Еще до трудов Ньютона датский астроном Оли Ремер наблюдал за спутниками Юпитера. Он заметил, что периоды их исчезновения и появления за планетой происходят с разными интервалами времени. Такое явление Ремер объяснил конечностью скорости света, и вот почему. Если бы скорость света была бесконечна, то появление спутников происходило бы через строго определенные промежутки времени. Ровно в тот момент, когда они происходят на Юпитере, мы бы их видели на Земле. Но предположим, что свет движется с некой скоростью. Тогда мы увидим затмение спутника спустя некоторых промежуток времени. Ровно такой, сколько свету потребуется для преодоления расстояния от Юпитера до Земли. Становится понятно, что время это будет тем меньше, чем меньше расстояние от Земли до Юпитера. И наоборот. Расстояние между планетами не постоянно, а изменяется во время вращения планет по орбитам. Теперь пазл сложился. Если во время измерений периодов между затмениями спутников Юпитера расстояние между Юпитером и Землей уменьшается, то затмения будут длиться меньше времени. А если Земля и Юпитер будут удаляться друг от друга, то затмения будут длиться дольше. Ремер даже смог измерить скорость света на основании измерений длительности затмений и их фаз. У него получилось значение 225 тысяч километров в секунду. Это отличается от современного значения от 300 тысяч километров в секунду, но меньше, чем на треть. Если учесть, что свои работы Ремер проводил за 11 лет до публикации Ньютона, то просто поражаешься, насколько он был крут. Еще долгих 200 лет не было толком никакой теории распространения света до появления гения Максвелла, который смог объединить две обособленных до этого теории электрических и магнитных сил. Уравнения Максвелла предсказывали наличие некого волнообразного возмущения сущности, которое сам он назвал электромагнитным полем. Эти возмущения должны были иметь постоянную скорость, и вычислив ее, Максвелл обнаружил, что она в точности совпадает со скоростью света. Сейчас мы знаем, что возмущение Максвелла – это обычный свет. А значит, из теории Максвелла следует, что свет распространяется с конечной скоростью. Но это никак не идет в лад с физикой Ньютона и с тем, что нет никакого абсолютного пространства, от которого можно мерить скорость. Давайте представим, что вы играете в настольный теннис в вагоне движущегося поезда. Вагон двигается со скоростью 90 км в час, а мячик вы подаете со скоростью 10 км в час. Для вас скорость мячика 10 км, для наблюдателя на земле 100 км. Так как же определить скорость мяча? Относительно земли? Относительно поезда? Нельзя на этот вопрос ответить без абсолютного стандарта покоя. А его вроде нет, как показал Ньютон. То же самое можно и нужно говорить про скорость света. Какой смысл в себе несет утверждение теории Максвелла о том, что свет распространяется с конечной скоростью? Изначально научный мир хотел всю Вселенную наполнить неким неподвижным эфиром. Такой штукой, которая расползлась по всему бытию, и именно в ней распространяется свет. Нам сейчас так кажется ересью, но эфир долго, хоть и безуспешно, искали многие великие умы прошлого и позапрошлого века. Например, Альберт Майкельсон, впоследствии первый Нобелевский лауреат Америки по физике, пытался измерить скорость света вдоль и поперек вращения Земли вокруг Солнца. Если положить, что Солнце неподвижно относительно эфира, и зная, что Земля крутится вокруг него со скоростью примерно 30 км в секунду, то получается, что свет должен иметь разные скорости по направлению движения планеты и по направлению к Солнцу. Но сколько ни мерили физики, все равно получается одинаковая скорость света, примерно 300 тысяч км в секунду. Все изменилось с появлением в научном мире сотрудника патентного бюро совершенно ранее неизвестного. И вы, конечно, догадались, что речь идет об Эйнштейне. Именно он первым предложил отказаться от идеи абсолютного времени. И из его выкладок эфир отпадал сам собой. Фундаментальный постул от Эйнштейна, именуемый принципом относительности, гласит, что все законы физики должны быть одинаковыми для всех свободно движущихся наблюдателей, независимо от их скорости. Это было верно для законов движения Ньютона, но теперь Эйнштейн распространил эту идею также и на теорию Максвелла. Другими словами, раз теория Максвелла объявляет скорость света постоянной, то любой свободно движущийся наблюдатель должен фиксировать одно и то же значение скорости света, независимо от скорости, с которой он приближается к источнику света или удаляется от него. Конечно, эта простая идея объяснила без привлечения эфира или иной привилегированной системы отсчета смысл появления скорости света в уравнениях Максвелла. Однако из нее также вытекал ряд удивительных следствий, которые зачастую противоречат интуиции. Самое удивительное это то, что два наблюдателя должны по-разному оценивать время одного и того же события. На этом поподробнее, ибо это и есть относительность. Представим, что ВА-5 внутри этого абстрактного вагона. Вагон двигается со скоростью 100 км в час. Ровно посреди вагона имеется источник света. Наблюдатель внутри вагона измеряет расстояние, которое проходит свет от источника до стенки вагона А. Тут и мерить нечего, а оно равно половине вагона. А теперь давайте измерим расстояние, пройденное светом для наблюдателя на перроне. Так как вагон двигался, то стенка А передвинулась, и свету нужно пройти немного большее расстояние. Величина смещения стенки будет равна скорости вагона умноженное на время, за которое свет доберется от источника до нее. Положим, что длина вагона равна L, а за время, пока свет блуждает по вагону, последний успел проехать dx метров. Выходит, что для первого наблюдателя свет преодолел расстояние в S1 равное L пополам метров, половину от длины вагона. А для второго наблюдателя на перроне S2 равняется L пополам плюс dx метров. Все, приехали. Скорость определяется очень простой формулой V равно S деленное на T, где S расстояние, а T время. Скорость в этом случае 300 тысяч километров в секунду, а она всегда постоянна. Получаем, что S1 деленное на T равно S2 деленное на T. Если S1 не равно S2, то и T тоже должны быть не равны друг другу. Это и есть объяснение теории относительности на пальцах. Каждый из нас живет в своем мире со своим собственным блэкджеком и временем. Понять это нелегко. Даже сообществу физиков понадобились годы, чтобы принять теорию относительности. Другое интересное следствие теории относительности всем известная формула E равно mc2, где E это энергия, M масса, ну а C скорость цвета. Ввиду эквивалентности энергии и массы, кинетическая энергия, которой материальный объект обладает в силу своего движения, увеличивает его массу. Иными словами, объект становится труднее разогнать. По мере приближения любого тела к скорости света, его масса увеличивается, и для того, чтобы придать ему хоть какое-то ускорение, требуется все большая энергия. Согласно теории относительности, объект никогда не сможет достичь скорости света, поскольку в данном случае его масса стала бы бесконечной, а в силу эквивалентности массы энергии для этого потребовалась бы бесконечная энергия. Вот почему теория относительности навсегда обрекает любое обычное тело двигаться со скоростью меньшей скорости света. Прощаю, Андромеды. Ведь даже если мы научимся разгонять корабли, браздящие в простору Большого театра, до скоростей света, то лететь туда чуть более 2,5 миллионов лет. 2,5 миллиона лет на предельной во Вселенной скорости. Теория, выдвинутая Эйнштейном в 1905 году, называется специальной или частной. Однако в некоторых местах она шла в разрез теория Ньютона. Ну, например, гравитация должна распространяться с бесконечной скоростью. Начиная с 1908 года, Эйнштейн пытается перепрыгнуть через голову и придумать еще более крутую теорию. За 7 с лишних лет он делает множество неудачных попыток, пока в 1915 году не выдвигает еще более невероятную и непонятную теорию, венец современной науки, общую теорию относительности. О ней и о многом другом в следующих роликах.